с нами на связи политолог Екатерина Шульман и Екатерина Михайловна добрый день для вас вечер здравствуйте да у нас в Астане вечер разница между нами составляет наверное 6 часов а вы это собственно откуда ведете эту героическую трансляцию мы находимся в Вильнюсе окей хорошо время московское неправда нет на час восточноевропейское значит как в Берлине у вас нет Берлине центральная европейская все запутано да у нас сейчас 14.00 в Москве 15 да в Астане 18 Екатерина Михайловна наш стрим называется это был какой-то год какой-то мы звездочками закрыли этот эпитет который мы предлагаем нашим гостям выбрать самостоятельно для вас какой был 23 год знаете недавно по-моему кемберджский словарь английского языка выбирал слово года и выбрал слово аутентичный видимо на основании распространенных страхов о дипфейках искусственном интеллекте и иных подделках реальности а так вот я бы сказала что 23 третий год был годом не то чтобы для нас поисков аутентичности она всегда с нами прости господи а может хочется иногда ее поменьше подлинности но это был год не безуспешных для многих людей усилий по адаптации к тем новым и довольно противоестественным условиям в которых они себя обнаружили тот кто остался жив и как-то базово функционален пытался по моим наблюдениям продолжать работать работать может быть как-то иначе уж точно в новых предложенных обстоятельствах но если как пушкин про своего героя пишет да про онегина но он не сделался поэтом не умер не сошел с ума вот если вы не сделались поэтом не умерли не сошли с ума то вы наверное будете как-то функционировать а вот одно из довольно сильных впечатлений этого прошедшего года для меня было вручение премии просветитель в берлине я председатель жюри одного из подразделений этой премии политпросвета и второй год подряд я вот за этим наблюдаю соответственно в 22 было тоже из берлина часть так сказать вручалась берлине и трансляция была из москвы и из тель-авива и то же самое в этом году а вот интересно было посмотреть на людей и соответственно предположить что наверное схожие трансформации произошли с собой но себя со стороны не особенно видишь а вот смотришь на людей видно что ну как то вы знаете действительно люди продолжают продолжают свое дело все такие не помолодевшие скажем так несколько более суровые и гораздо менее растерянные чем было год тому назад мне кажется что 22 год был не то чтобы потрачен но по необходимости был проведен и в таких экстренных усилиях по перетаскиванию себя своих семей своего дела на новые места и в оплакивании утраченной прежней жизни и в размышлениях скажем так надо ли вообще продолжать какую-то жизнедеятельность если вот мы дожили до такой катастрофы это все были вопросы 22 года можно ли после войны во время войны там ну и дальше длинный список учить студентов красить забор клеить обои мыть посуду печь пирог сообщать о том что напек пирог пользоваться кириллицей в общем многие люди задавали себе разные такого рода вопросы к 23 году эти вопросы как-то были людьми мне кажется переработаны наверно кто-то ты ответил на них отрицательно и решил что нельзя что все было напрасно все привело не к тому результату который планировался а наоборот каком-то совершенно адскому результату поэтому ergo все вот это вот было ошибкой ужасной и надо как-то или не жить вообще или жить совершенно иначе но этих людей мы по объективным причинам не видим а видим мы тех и в общем довольно многочисленных я сейчас говорю конечно о своем круге о людях науки о людях из профессорского преподавательского состава о экспертах занимавшихся и занимающихся россии людях пишущих говорящих то есть вот моя такая а социальная страта большинство из них все-таки нашло в себе силы продолжать это самое свое дело когда-то прям накануне войны в одном из последних своих эфиров из студии эхо москвы в статусе я сказала как выяснилось пророчески что война не отменяет нам наших обязанностей но она делает их исполнение более тяжелым то есть ты должен делать все то же самое только в гораздо худших условиях только еще так сказать зависая в открытом космосе а так все все дела в общем остались какие были вот так оно так оно и получилось я понимаю что даже вот эта возможность в безвоздушном пространстве продолжать свое дело это тоже привилегия многие из тех кто не продолжает сделали это не потому что они приняли такое решение а потому что их уже с нами нету или они находятся в таких условиях где это невозможно и не могут эти условия изменить или их покинуть я помню буквально пару недель назад общался со своим психологом и он мне неожиданно спросил а что вас максим поддерживает каждый день какие у вас есть дела ритуалы игры да у меня да вот я спортзал бадминтон книги и в этот момент остановился думаю боже у меня же за последние полгода ничего так и не было книги бадминтонный спортзал когда я хочу екатерина михайловна что вас в течение всего этого года поддерживала вспоминая особенно фразу который часто можно услышать в эфирах в интервью с политологами наденьте маску сначала на себя позаботьтесь о себе а потом на ребенка вы знаете я не думаю что тут можно свои так сказать методы рекомендовать кому-нибудь еще потому что разных людей поддерживает разное но например я знаю что не все черпают силы в сознании неотменяемого долга некоторых наоборот это пришибает поэтому если я скажу знаете вы должны испытывать чрезвычайно энтузиазм от мысли о том что вашу работу никто за вас не сделает поэтому стали пошли работать то это может прозвучать довольно издевательски это все зависит от какой-то натуры вообще люди которые занимаются травмой смысле исследованием травмы психологи говорят нам что после вот такой вот жизнесмещающей травмы такого потрясения год надо отдать год прошел как сон пустой царь женился на другой вот прежде чем ваш так сказать внутренний царь сможет даже подумать жениться на другой то есть как-то жить какой-то жизнью а вот этот год на оплакивание прежней все равно надо провести надо его отдать этому занятию при этом естественно мы не можем себе этого позволить никто нам не даст сидеть в углу и плакать в течение то что года вообще нисколько потому что дети студенты работа хлеб насущно и так далее но вот какой-то такой сравнимый срок будет не очень продуктивным это надо понимать и от себя не ожидать выдающихся или хоть каких-то результатов после того как вас шмякнули об стенку со всего размаха значит если вы сохранили скажем так четное число конечностей и цельную черепную коробку это уже неплохо это что-то с чего можно начинать на этой основе можно развиваться дальше а поэтому если вы не только пережили 22 год но и 23 и слушаете нас сейчас то ваши результаты уже вообще совершенно выдающиеся вот мне кажется что какой-то такой базовый контакт с реальностью который предполагает осознание хотя бы частично и того что вообще с нами случилось что именно мы с вами переживаем вот если вы опять же может быть не во всей полноте но хотя бы частично это окинете мысленным взором а потом поздравите себя с тем что вы сохраните вертикальное положение встаете по утрам поддерживаете базовую личную гигиену и даже укидряете сделать что-то за что платят деньги и что при этом не упомянуто в уголовном кодексе то вы вообще такой молодец что вам надо вручить какой-то невидимый орден я предлагаю сама лично этим заняться и прям вот каждому самому себе вручить медаль за преодоление так сказать 2023 и на новый год себе ее повесить на какие-нибудь выступающие части тела за победу на 2023 за преодоление меня например очень поддерживают вот как и макс и книги и отдельно меня поддерживают ваши лекции я очень рад что в последнее время вы занялись толкиным время вот очень много контента мой youtube с вами и про толкина и у меня в связи с этим был вопрос вот для того чтобы мы поняли в каком месте мы находимся с помощью такой метафоры можете ли вы сказать если бы мы жили вот в сельмариллионе или во властелине колец или в околабит вот мы бы где сейчас находились какой эпохи да знаете мы точно в том моменте о котором говорили фродо с сэмом по дороге в мордор когда представляли как про них будут читать книжку в будущем и тут сэм скажет что а вот сейчас сейчас мы на той странице на которой ребеночек скажет папа дальше не читает это слишком страшно это такой довольно поразительный момент что называется слома четвертой стены как это называется в театроведении это вот когда персонаж на сцене обращается напрямую к залу потому что мы то знаем что мы читаем эту книжку что это ровно все это не и случилось в общем конечно да когда про нас снимет сериал какой-нибудь netflix будущего века то будущий зритель может быть пролистает пару серий подумает приду к я сразу концу сезона вот там уже уже когда как-то более менее разведнялась но у нас нет такой возможности а так вот возвращаясь к токину вы знаете если читать не только властелина колец или не только смотреть кино а вообще попытаться хотя бы объять весь этот довольно-таки действительно необъятный массив текстов а то ты увидишь долгие века довольно безнадежной исторической ситуации в первую эпоху силы света проигрывали постоянно они все время проигрывали более того был более-менее заранее известно что они проиграют что все эльфийские царства погибнут что их оборонительные союзы будут отступать что ничего у них с моргатом не получится и действительно пока не пришла сверхъестественная помощь дела шли от плохого к худшему с некоторыми просветами которые тоже оказывались весьма весьма временными ну вот там сельмарил один удалось выковырить но потом после этого еще происходил куча всяких плохих вещей в том числе одни эльфы поубивали других эльфов и разрушили дариат хорошо ли это а во вторую эпоху валар решили что хороших людей надо отселить от плохих людей и дать им прекрасный остров чтобы они там процветали они действительно процветали несколько веков а потом от избыточного процветания у них иначе мозги на бок съехали и они решили завоевать себе бессмертие силой ополчившись на владык запада и поплыв с ними воевать в результате как мы помним владыки запада временно отреклись от власти над ардой и передали полномочия творцу напрямую а он действует довольно решительно и он утопил всех причастных непричастных кто на корабле плыл кто по контракту записался кто дома сидел кто вообще был вне политики ничего не слышал всех утопили спаслись только как мы помним 9 кораблей с теми людьми которые приблизительно предполагали что историческое развитие пошло куда-то не туда и очень интересно в третью эпоху валары решили не лезть руками напрямую в борьбу так сказать светлых сил с темными а посылать им таких безоружных вдохновителей известных нам как истари да истари которые не могут не являться во всем своем величии не мечом особенно размахивать а должны как-то поддерживать что поддерживать в сердцах надежду помните как про гэндальфа говорит хердан корабел когда дает ему кольцо да снова возжигая сердца в холодеющем мире вот зачем это все нужно то делать опять же гэндальф прибыл в достаточно ранние годы третьей эпохи и все это время там тоже не происходило ничего особенно хорошего то есть можно себе представить что вся эта деятельность его не привела к тому что там сауру на победили мордор как-то разрушили или вообще иным образом так сказать изменили баланс сил в средиземье но работа его тем не менее его коллекте кто остался верен своему призванию тем не менее продолжать поэтому конечно полезно окинуть взглядом мысленным исторический процесс на всей его протяженности а но от прямых так сказать исторических аналогий с первой второй или третьей эпохой мы все-таки воздержимся мы судя по всему находимся то ли в четвертой то ли в пятой магические силы ослабели в нашей реальности мир принадлежит людям эльфы стали легенды и гномы тоже куда-то задевались хоббиты побрели ноги и функционируют так сказать как люди орки в общем ладно 40 коми тяжелая тема что же может может быть не будем не будем уходить в эти подробности тролли с эльфами они в интернетах водятся да кстати да вот вот до чего они дошли я не могу у вас не спросить и про пресс-конференцию владимира нашего владимировича и про подожди она еще не наступила вот собственно у меня вопрос а чего нам ждать от того что будет 14 числа и от того что будет там ближайшие три месяца до 17 марта ну давайте расскажу тут по счастью вряд ли можно ожидать каких-то особенных сюрпризов опять же как нарисовано на всех предвыборных плакатах в пятый раз уже все это происходит поэтому варианты все уже в общем более-менее опробованы я поэтому какой-то новизной удивить публику затруднительно поэтому что мы что мы увидим самую главную сенсационную очень неожиданную новость нам уже сообщили это собственно новость о выдвижении предполагалось выдвинули через жогу как у кого-то был такой заголовок веселый да 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 причем вы знаете это не заголовок точнее говоря это заголовок но это фраза крайне запоминающаяся она заимствована у кого-то из ультра публицистических патриотов и ультра патриотических публицистов чуть ли не холмогорова вот это конечно удивительно у братьев филологов это называется неконтролируемый подтекст когда человек хочет сказать хорошее а лезет что-то не то вот ну или вот другой пример да какой-нибудь депутат слуцкий выходит на публичное мероприятие говорит одна страна один народ один президент тоже хочет хорошее сказать но в глубине его сознание которое все-таки является частью но сферы как сказал бы вернадский даже слуцкий является частью на сферы там звучит вот это вот так сказать бодрая фашистская мелодия одна страна один народ один фюрер естественно и он это говорит как бы помимо себя так и тут почтенный пожилой публицист с бородой хотел рассказать нам как это здорово что избирательная кампания пойдет под знаком там новых земель освобожденных территорий и герои войны потерявших многое на этой значит кровавой ниве но говорит он или через него язык ты говорит нечто иное это еще раз повторю имеет терминологическое название неконтролируемый контекст так вот значит неконтролируемый контекст уже вылез и вот эту радостную так сказать неожиданность нам объявили была версия что это будет сделано 14 но опять же объяснение тому почему это было сделано именно через через тот канал через который это было сделано высказано уже несколько а я предполагаю что этот способ замылить новость которая как подозревают видимо федеральные политические менеджеры на основании тех социологических данных которые у них имеются очень мало кого порадует поэтому надо чтобы граждане это в общем не заметили сделали в пятницу в пятницу не с утра а так вот ближе уже концу рабочего дня для того чтобы все выпустили эту новость на ленты информагент и домой уже чух-чух быстренько пошли пошли домой нам как иноагентам это очень знакомо да пожалуй да но вы знаете объявление ежепятничных так сказать иноагентов по моему привлекает не было тут элемент неожиданности больше понимаете поэтому конечно это гораздо интереснее так вот если действительно получится провести избирательную кампанию не привлекая к ней взглядов россиян то это будет большая политтехнологическая удача потому что еще раз повторю граждане не в хорошем настроении они опять же судя по данным опросов находятся между унынием и тревожностью тревожностью и унынием в зависимости от обстоятельств как опять же плачется весь этот гипер патриотический сектор всех волнуется на на яйца никого не волнует историческое взятие авдеевки или не взятие авдеевки или еще каких-то таких же очень стратегических пунктов страна живет войны не замечая не желая ее замечать и вообще не не интересуясь поэтому рассказывать о войне во время избирательной кампании не очень здорово наткнешься на вопрос а когда мобилизованных вернут и вообще а что мы там собственно завоевываем и и нафига рассказывать об экономике тоже как-то вот можно конечно говорить что мог бы быть тотальный коллапс наши враги хотели этого но мы удержались 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 а яйца продаем поштучно но как-то вот это это тоже радость скажем так слезами на глазах достижение отрицательного характера как принято выражаться на нашем нынешнем языке поэтому конечно можно поговорить про биополитическое про разную там половую жизнь это граждан как-то занимает надо ли рожать если рожать то как как это вообще происходит а вот еще бывают геи они какие давайте обсудим в европе трансгендеры какие-то водятся у нас не водится давайте поговорим об этом значит вот не смотрите туда где у нас воюют не смотрите туда где у нас торгуют и ценники переклеивают а давайте поговорим про вот это вот увлекательное так сказать увлекательную эту сексуальную сферу ну и конечно если самого инкумбента получится чем-то занавесить то это будет очень хорошо с точки зрения электоральной потому что даже самых терпеливых своих избирателей он немножко достал может быть может быть из этих соображений будет делаться большой акцент на новых российских граждан которым все это и так сказать впервые лежит вот как бы они любили путина хотели за него голосовать они могли потому что находились в другой стране а тут глядишь они граждане российской федерации наконец-то могут поставить галочку напротив любимой фамилии можно их так сказать свежий энтузиазм пытаться как-то канализировать и соответственно использовать тут есть другая проблема граждане остальной россии так сказать легитимной россии не очень любят вот эту вот новую публику в отличие от крыма который воспринимался как подарок и приобретение вот эти вот новые и новые территории рассматриваются опять же насколько мы можем понять по социологии по социологическим данным они рассматриваются скорее как обременение вот мол на хлебников на нашу шею посадили им там платят пособие квартиры выдают они тут приезжают всякие беженцы для того чтобы к беженцам относиться как-то так сказать гуманитарно нужно свой собственный ресурс хороший иметь это и богатым странам нелегко через некоторое время все начинают раздражаться а бедным людям это вообще почти невозможно поэтому если нам будут показывать вот этих вот жизнерадостных донбассов которые будут говорить боже как мы счастливы что наконец-то мы в пределах родины можем значит сделать свой выбор то это будет остальную публику раздражать а остальной публике все-таки большинство вообще надо быть я не хочу давать никому советов которых у меня не спрашивают но надо быть осторожнее с основным электоратом основной электорат это пожилые женщины их вообще много по причине нашей демографической специфики но еще и они голосуют в отличие от всех остальных например молодежи которые не голосу поэтому насчет греховности абортов я бы так особенно громко не рассуждала потому что поколение которое и сидит в избирательных комиссиях и призвано прийти голосовать вот основной бюджетник он точнее она этих абортов свою молодость боевую и семейную жизнь счастливую сделала немало и объяснять этим женщинам что им надо было не образование получать а рожать каждый год а лучше каждые полгода по решению партии правительства это в общем рискует нарваться на некоторые глухое раздражение надо помнить кто твоя ядерная аудитория и соответственно к ней и апеллировать это все азы политтехнологии то что я сама была в этом особенно сильно но тем не менее это понятно даже дилетант я просто извините я хочу поспорить но может быть эффект от того что люди видят по телевизору вот эти вот прекрасные женщины которые сидят не знаю избирательных участках являются электоратом это забьет все то что весь тот жизненный опыт который у них был но если сто раз повторить по телевизору что аборт это окей то они скажут ну ну ладно мало ли что было там 30 лет назад а если в смысле говорит что аборта это не окей они подумают ох дурья грешная зачем же я вот этим всем занималась надо было мнение не в институт идти поступать а надо было мне как начать рожать лет с 15 вы так себе представляете я пытаюсь понять если мы можем видели много примеров когда все-таки многократно по телевизору повторяют какой-то тезис и он на благодатную почву ложится и логики отказывают люди действительно не все вообще имеют какие-то отрефиксированные воспоминания для того чтобы иметь свои собственные индивидуальные воспоминания надо иметь определенный багаж интеллектуальный это кажется что это каждому предполагается так сказать по дефолту ничего подобного люди как бы это аккуратно скажет сказать умственно неразвитые они довольно часто в качестве своих собственных воспоминаний рассказывают что-то из фильмов которые они видели а ну и вообще поскольку им трудно формулировать то они повторяют сформулированное за них вне зависимости от того как это коррелирует с их реальным опытом но все-таки опять же как мы видим по опросам больше половины значительно больше половины 65 процентов российских респондентов против запретов поэтому тут опять же видимо как я подозреваю а дело ограничится всякой болтовни и инициативами на региональном уровне хотя надо сказать инициативы на региональном уровне не то чтобы очень сильно поощряются например фаз пошел проверять те регионы которые и запрещают частным клиникам делать медикаментозный аборт то есть тут какой-то прям совсем команды сверху не видно вот поговорить на эту тему вот это замечательно языком так сказать шлепать это начальство наше любит умеет и практикует а действительно лезть в такие практики которые являются социально приемлемыми и не то чтобы даже распространенными у нас аборт этого не является социальной проблемой давайте скажем уже эту мысль так сказать столь же крамольную сколь очевидную количество абортов снижается последние 15 лет а статистика наша замусорена тем что в общее число так называемых абортов включают и выкидыши а это очень распространенное явление да не все беременности заканчивается рот довольно значительный процент и заканчивается на раннем сроке прерыванием этой беременности по естественным причинам и все это записывают в одну общую статистику поэтому если бы у нас не занимались ерундой а вели бисексуальное просвещение и делали контрацепцию доступной то можно и дальше снижать количество абортов которые настоящие аборты то есть прерывание беременности хирургическим или медикаментозным способом никто не делает аборты из удовольствия делать аборты да или потому что очень одобряет эту практику как таковую это экстренный метод планирование семьи если есть методы здоровее и не такие травматичные для женщины естественно люди будут применять их это же само собой очевидно поэтому еще раз повторю аборты можно было свести к минимуму в течение пяти восьми лет при наличии внятной государственной программы которые не включают себя попов разговоры по душам размахивания святыми мощами прочей ахинеи это все известно это все настолько не беном ньютона особенно учитывая что в российской практике есть отличие от европейской и от американской у нас аборты делают в основном матери семейств замужней женщины в остальных странах это скорее практика для социально депривированной молодежи то есть вот социальные низы молодые люди подростки студентки и так далее а у нас это взрослые женщины у которых уже есть дети которые соответственно не так предохраняются потому что у них постоянный один партнер и вот если они обнаруживают себя беременными не могут себе позволить еще ребенка то вот они прибегают к этой самой практике опять же агитации информированием и удешевлением иных опять же сейчас не будем уходить в медицинские подробности но они известны каждому кто захочет этим поинтересоваться удешевлением иных средств контрацепции не инвазивных все это вот это вот эти вот так сказать семейные аборты можно было бы достаточно короткий обозримый срок снизить до вообще вот вот сугубо до экстремальной практики то есть до практики которая применяется в экстремальных редких случаях икатеря михаловна осталось время ровно на один вопрос я помню что и не знаю сколько два три года назад мы с друзьями смотрели новогодние обращения которые записали вы в канун нового года не президент а вы записали мы очень радовали что господи от адекватного человека посмотрим мы посмотрим на эти как бы эмоции которые хочется вместе со переживать это было наше общее да так это общее впечатление от курантов и 12 часов мы не знаем будете ли вы записывать такое обращение в этом году но если вдруг вы об этом думаете какое как бы как посыл главный один какое-то пожелание для людей вы бы сказали в таком обращении о чем подумать нам в двадцать четвертом знаете я занимаюсь этим по моему года с семнадцатого каждый год записываю и в двадцать втором я это делала и в двадцать третьем тоже надеюсь если жива буду и будет кому меня снимать то я обязательно это дело запишу можно будет его на моем канале 10 секунд рекламы на его увидеть поэтому заранее рассказывать я вам не будучи этом собираюсь говорить но я не знаю это новогоднее обращение понимаете это такой жанр действительно скорее эмоциональный а чем интеллектуальный поэтому там нужно настроение настроение момента надо почувствовать мало ли что еще за оставшиеся дни декабря может случиться что повлияет на вот это вот то что я захочу сказать но но вообще хочу вернуться к той мысли с которой мы начинали если вы дорогой слушатель где бы вы ни были вот это все слушаете то вы уже такой большой молодец что прямо никакими словами вас и не описать оглянитесь назад на этот прошедший год посмотрите через что вам пришлось пройти и если вы при этом сохраняете человеческий облик не едите живых людей не соучаствуете непосредственно в военных преступлениях и также продолжаете какую-то осмысленную и общественно полезную деятельность то вы прям вот свой личный герой 2023 года и вы также герой 2023 года для многих других людей даже для тех которые не знают о вашем существовании потому что дела наши имеют влияние не только на тех с кем непосредственно сталкиваемся но даже на тех которые и о нас не знают и мы о них может быть не знаем спасибо большое будем очень ждать вашего обращения на канале екатерина шульман оставим 31 декабря реклама дело святое подписывайтесь на канал екатерина шульман до свидания екатерина шульман до свидания